Военные преступления, в том числе военные преступники, не должны оставаться безнаказанными, поэтому выражаю благодарность Азербайджану за арест ливанского террориста. Об этом сказал Трент, известный ливанский адвокат, эксперт по внешней политике и международному праву, член правления Международной ассоциации правозащитников Тарек Шандеп, об этом передает ДЭИАС. Он отметил, что согласно законам Ливана, граждане страны, которые участвуют в составе бандформирований и совершают военные преступления против какой-либо страны, должны предстать перед судом и у себя на родине. Судебные органы Ливана также обязаны судить тех ливанских наемников, которые отправились убивать невинных людей в Азербайджане, сказал Шандеп. Отметим, что в Ясамальском районном суде Баку зачитан приговор ливанскому гражданину Эулджик Джияну Викену Абрахаму, обвиняемому в террористической деятельности против Азербайджана. Эулджик Джиян приговорен к 20 годам лишения свободы. Пять лет срока он будет отбывать в тюрьме, остальную часть в исправительном учреждении строгого режима. Напомним, что Эулджик Джиян был привлечен к следствию по обвинению в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе вооруженных сил Армении во время Карабахской отечественной войны. Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года житель Бейрута Эулджик Джиян 1979 года рождения согласился на предложение ливанского гражданина Авака Кикияна принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2,5 тысяч долларов США. С этой целью Эулджик Джиян вместе с другими лицами в составе организованной группировки незаконно пересек государственную границу Азербайджана с территории Армении и прибыл на место, где находились другие наемники. Эулджик Джиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджана с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия и боеприпасов. Гражданину Ливана было предъявлено обвинение по статьям участие в качестве наемника в военном конфликте или военной операции, терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением организации, незаконное пересечение государственной границы Азербайджана и по другим статьям УК Азербайджана.